У нас поступил трёхдневный запас вакцин. Сейчас я вам покажу. Вакцина против гриппа уже во всех городских и районных поликлиниках. К примеру, в Ижевске, во Второй городской. Прививают население всего несколько дней. Но ажиотаж чувствуется, признаются медики. Начали приходить буквально вот на этой неделе. То есть народу очень много, сами идут. Не так то, что там мы заставляем. То есть и бабушки, и дедушки, и молодые. Все приходят, все вакцинируются. Очередь? Очереди есть, да. Я ежегодно ставлю прививки от гриппа, так как работаю в школе, и для профилактики заболеваний, и себя, и чтобы не заразить детей. Всегда прихожу во Вторую городскую, по месту жительства, близко, удобно. И много времени не занимает. Первая партия препарата поступила в Удмуртию на днях. Более 300 тысяч доз. Ещё столько же ожидают ближе к концу сентября. В этом сезоне вакцинации планируют охватить не менее 45% населения республики. Вакцина российского производства побочных эффектов не имеет. Переносится пациентами вакцинация очень хорошо. Пока. На сегодняшний день у нас разнарядка на 11 тысяч доз. Получили мы уже более двух тысяч. Почти тысячу уже поставили за неделю. Как и прежде, против гриппа первых вакцинируют беременных женщин, детей и взрослых, так называемые группы риска. Педагогов, медиков, транспортников, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Прививку от гриппа поставят в любой поликлинике по месту жительства. И обязательно только после врачебного осмотра. Мы их осматриваем, задаем вопросы, не болеют ли они на текущий момент, нет ли у них температуры, какие у них имеются сопутствующие заболевания, может быть, какие-то имеются осложнения, хронические заболевания, может быть, имеется индивидуальная непереносимость каких-либо компонентов вакцины. Вот в таком случае, конечно, прививка будет противопоказана. Масштабная прививочная кампания в регионе стартовала и продлится весь осенний период. Чтобы вакцинировать большее число населения, медики, как и в прошлом году, планируют проводить выездную вакцинацию. А в сентябре месяце, в момент, когда основная масса возвращается уже с приусадебных участков, мы продолжим опыт прошлого года, то есть будем вакцинировать в торговых центрах и в доступных точках для населения, особенно работающего, которая в течение недели не может позволить себе обратиться в медицинскую организацию. Эту категорию мы будем ждать вечерами и по выходным дням в наших основных торговых центрах. А специалисты призывают население не игнорировать приглашение на вакцинацию. За прошлый эпицезон гриппом и ОРВИ в Удмуртии переболело почти 400 тысяч человек. 70% из них – дети. Осень, по мнению медиков, будет началом эпицезона, а его пик в этом году они снова прогнозируют ближе к новогодним праздникам. Елена Буховская, Юрий Егоров. Новости.